МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был первый Новый год, который я помню. Я был наряжен в костюм зайца, прыгал вокруг него, читал стихи. Мне было три года, и дело было в Москве. Ну и как? Было весело? Мне кажется, такие моменты в детстве мы переживаем гораздо ярче и острее. Вот я хочу тебе сказать, что Новый год дети гораздо ярче и красочнее делают не только для себя, но и для своих родителей. Ведь никто из нас не помнит свой самый-самый первый Новый год. И тем не менее, родители всеми силами стараются из этого праздника сделать настоящую сказку. Давайте посмотрим, как это бывает. Чудесный, волшебный, сказочный праздник – Новый год. Для некоторых он станет самым первым в жизни. Соня, что это такое? Ёлочка. Ой, какая ёлочка. Для нашей коллеги, ведущей Ирины Пазынич, 2010 год – самый счастливый. Она стала мамой. На свет появилась малышка Сонечка. Та-та-та-та-та. Новогодние танцульки. Новый год в новом составе. К первому празднику для малышки семья Пазынич готовится особенно тщательно. В этом наряде и будем встречать Новый год. Самый волшебный праздник не стоит отказываться от привычных и милых сердцу традиций. Наоборот, можно и нужно им следовать. Наряжать ёлку вместе с крохой куда интересней. Соня, давай сама украшай. Давай сама украшай. Помогай папе. Я думаю, что у Сопочки эмоций очень много. Хотя в семь с половиной месяцев вряд ли что-то понимаешь. Я думаю, что яркие игрушки, мишура и ёлочка обязательно привлекли её внимание и доставили ей массу эмоций. Новоиспечённый папа не только следует семейным традициям. Он готов их сам придумывать. Всё ради любимой крошки. Традиции будем приучать с ранних месяцев, даже а не лет. Переоденусь с Дедом Морозом и принесу ей подарок в новогоднюю ночь. Софья тоже подготовилась к 31 декабря. Маме и папе она уже сделала приятные подарки. К Новому году Сонечка тоже нам сделала подарок. Она поползла. Для папы-лётчика эксклюзивный презент. Хочется летать. Изначально я хотел дочку, да, очень радуюсь, когда прихожу домой, она встречает меня, улыбка. Ну, кроме того, у меня у товарища дочка, ей всего 7 лет, она говорит, что она уже моет посуду. Праздничный оливье и шампанское для Софи пока под запретом. Однако новогоднее меню для малышки любящие родители уже продумали. Кашка, молочко, ну, если только бокальчик детского шампанского, ну, это, конечно же, шутка. Для следующих наших героев 2010 год тоже стал особенно счастливым. У нас маленький появился. И вот его первый Новый год, конечно, готовимся мы к нему так же, как вот обычно, всегда подарки обязательно под ёлку. Хоть он ещё и не понимает, что это такое, но подарок ему всё равно будет под ёлкой. Потому что 1 числа мы его поднесём обязательно под ёлочку, чтобы он заглянул. Артёмке всего полгода. Он уже умеет сидеть, становиться на четвереньке и даже бегать. Правда, пока только вот так. Да и к самому волшебному празднику кроха уже проявляет повышенный интерес. Когда наряжали ёлку, всё, это всё увидел очень внимательно. И даже, ну, таким маленьким вещам присматривается. Платье и другое одел, он заметил. Новый год для Артюховых любимый праздник. Отмечают его всегда традиционно. С появлением нового члена семьи здесь многое поменялось, но традиции останутся прежними. Кругу семьи обязательно. Очень хочется, конечно, чтобы он не заснул в 12 часах, чтобы за столом мы были все вместе под бой курантов. Непривычно для меня встречать в таком новом составе, потому что 16 лет я его встречала только с родителями, я одна. И тут появился новый маленький человечек. Главное, чтобы костюмчик сидел. За новогодний имидж Артёмки отвечает старшая сестра Карина. Костюм, наряд и шапочку красненькую ему сестра старшая подготовила, как Деда Мороза. Мы его нарядим, как маленького Деда Мороза, и он будет нас радовать на Новый год. То, что в нежном возрасте у детей остаются воспоминания о сказочном празднике, подтвердит Арсений. Я все свои Новые годы помню. Как напоминание давно минувших лет – костюмы сказочных персонажей. Здесь и тигр, и жираф, и даже пират. В семье Сени новогодние традиции нерушимы. Из года в год мама и папа дарят сыну настоящий праздник. Все дарят всем подарки. Все постоянно не спят ночью. Папа купил, а мама спрятала подарок, но я его нашел. Но все равно подарили 30-го. На елку игрушки можно вешать. Еще бывают такие маленькие елочки в комнате. Но не настоящие. По образу и подобию семейного праздника Арсений устроил свое торжество. Только в миниатюре. Поставил то елку, а у нас там еще игрушки для этой маленькой елки были. Ну и поставил рядом все это елка-игрушки. И у них Новый год. Даже оловянные солдатчики празднуют там. Дед Мороз, елка и новогодние подарки для них пока в новинку. Да и самый первый в жизни Новый год вряд ли запомнится нынешним крохом. Зато это приятное начало доброй семейной традиции. Друзья, встречайте Новый год в кругу родных, среди свободы. Пусть он для вас, друзья, течет, как детство, радостные годы. Помню, когда-то я читала это стихотворение на утреннике в детском саду. И Дед Мороз подарил мне за это потрясающую елочную игрушку. Это был большой шар. Он переливался изумрудным светом. И там внутри порхала тропическая бабочка. Да. Дни перед Новым годом наполнены предвкушением чудес, волшебства и подарков. Давайте вновь окунемся в этот мир и посмотрим на Новый год глазами детей. Дети обожают загадывание желаний. Они ведь прекрасно понимают, все желания имеют обыкновение сбываться, если ты сам в это веришь. А слово «невозможно» придумали в опорудании взрослые, которые не умеют осуществлять свои мечты. Соня Терехова и ее мама Наталья письмо Деду Морозу написали месяц назад. И по сказочной традиции загадали три желания. Пачку киндра. Домино и куклу Барби. Соня знает, что чуду надо помочь свершиться. Это очень просто. Во-первых, нужно подарить радость близкому человеку. И тогда по законам вселенной она к тебе вернется с процентами. Соня своими руками сделала новогодние сувениры из цветной бумаги для бабушки и воспитательниц. А во-вторых, нужно убрать и празднично украсить свой дом, чтобы чудо точно знало, где его с нетерпением ждут. В номере делали елку. Мы сделали елочку из салфеток. Делали снежинки. И, как рассказала по секрету мама Наталья, желания уже готовы к исполнению. И ждут своего часа, чтобы волшебную новогоднюю ночь оказаться под елкой. У нас было заказано Деду Морозу три подарка. Естественно, Дед Мороз подарки уже купил. Не знаю, как другие родители, но я стараюсь все-таки, чтобы мой ребенок верил в чудо, верил в сказку. Поэтому пока моей дочери 6 лет, она еще верит в Деду Морозу. Я надеюсь, что еще хотя бы лет 5 она будет верить в сказку. Светлые силы победят любое зло, если ты им в этом поможешь. Чем не урок на всю жизнь? Алена Трехлебова точно знает, с чего начинается новогодний марафон по исполнению желаний. Нужно, чтобы пришел Дед Мороз. Аленушке достался мудрый и веселый папа, который понимает всю важность предстоящего момента. Придем Деда Мороза. Уже написали письма, попросили самые ценные и нужные подарки, которые нужны. А какие подарки самые ценные и нужные? Вы знаете, конечно, большими буквами была написана косметика. Вы знаете, с молодых лет надо следить за своей кожей и выглядеть девушкам красиво. Но потом они подумали и написали, старшая любит кататься с горя, она попросила себе санки с большим рулем. А младшая, она тянется к знаниям, поэтому попросила чертежную доску, такую грифинную доску. Будет они рисовать нам различные рисунки, картинки и добрые пожелания. Вы знаете, верить в чудо надо обязательно, потому что без надежды человеку сложно жить. И пусть верят сначала Деду Морозу, потом у вас что-то хорошее. Но самое главное – верить в себя, в свои силы, чтобы у них обязательно все получалось. И в этом году, и в следующем, и так, и в протяжении всей жизни. Чтобы Новый год стал удачным во всем, стоит посмотреть на мир глазами счастливых детей. И вспомнить слова одного индийского философа. Бог – это вечный ребенок, вечно играющий в вечном саду. Итак, салаты нарезали, елку нарядили. А что насчет новогоднего настроения, Антон? Ну, Лера, я накануне праздника задумался о том, что, конечно, Новый год сложно представить без Деда Мороза и Снегурочки. Но мы чуть не забыли о другом, весьма сложном и противоречивом персонаже. Ты, наверное, об обеиге? Ну, разумеется, меня еще с детства удручал тот факт, что ее всегда считали отрицательным персонажем. Ну, с одной стороны, она, конечно, коварна, но с другой – вполне себе мудрая и сильная женщина. Только вот одинокая, может, потому и вредная. Кстати, насчет ее семейного положения нам достоверно ничего не известно. Но в новогоднюю, полную чудес, ночь мы имеем возможность заглянуть в личное дело современной Бабы-Яги. Могут ли подарить детям радость отрицательные герои новогодней сказки? Актриса Тюза Елена Попова отвечает однозначно – да. Снеговик Бабы-Яга, старуха Шипокляк, темные силы она возглавляла не раз. На этой репетиции Лена и ее дочь Арина – зрители. Понаблюдать за партнерами – важный этап создания образа. Для того, чтобы подчеркнуть для себя из другого человека что-то новое, взять какие-то приспособления к партнерам. Да и вообще это интересный процесс – просто понаблюдать, как работает твой партнер, чтобы в какой-то степени не быть хуже. Новогодние сказочные марафоны у Лены начались еще в самом начале актерской карьеры. Однако набирала опыт молодая актриса на образах героинь положительных. Я была Белоснежкой. Это было очень-очень давно. Я еще занималась в студии, наверное, лет 11 назад точно. С Бабу-Ягу переквалифицировалась быстро, о чем ни капли не жалеет. Там у тебя такая возможность побаловаться, просто вот так пошалить, что ни в другой ситуации ты не можешь в жизни так пошалить и оторваться, как в этот момент на сцене. Ты можешь делать все, что угодно. Практически каждую репетицию рядом с мамой и лапочка-дочка. Новую новогоднюю сказку Тюза Арина знает уже почти наизусть. Однако каждый раз с энтузиазмом и интересом разгадывает загадки. А такого цвета? Ясного? Классного! Поиграть со Снегурочкой это, конечно, замечательно, но вот Арину-актрису, как и маму, больше привлекают милые вредины. Правда, пока не из-за особенностей работы над образом. Своего фаворита в этой сказке Арина выбирала по другим критериям. Крыску-ариску. Крыску-ариску? А почему? Потому что там фиолетовые волосы. Полным ходом подготовка к Новому году идет и дома. Задача номер один – зазвать в гости Деда Мороза. Лена шутит – к Бабе Яге дедушка не придет. А вот Арина уверена – долгожданные коньки обязательно появятся под елочкой. Главное – потрудиться. Поэтому украшения делают своими руками. Не теряйся? Нет, не так. Как это мы соединять будем? А я тебя дучу. Заманивают Лену и Арина и главную новогоднюю проказницу – Бабу Ягу. В этой семье верят на Старый Новый год. Именно она приносит детям подарки. Потому что она в Старом году принесла подарок под елку. Гирлянды гирляндами, но без стихотворения для Деда Мороза обойтись никак нельзя. На помощь Арине приходит крестная мама. Кстати, тоже Баба Яга со стажем. Где звери прыгали, как деду лапками бахать. В своей крестнице Арине Анна Федосова уже прочит роли в рядах темных сил. Однако начинать юной актрисе, скорее всего, придется с добрых персонажей. Первое время, пока она еще такая маленькая, берет своим обаянием и непосредственностью детской, я думаю, что она будет играть каких-нибудь зайчиков, гномиков, снежинок, помощниц снегурчиков. Но я уверена, что все равно потом она уйдет в бабьежек, в каких-нибудь помощниц бабьежек. Я не знаю, там, если это будут гномики, то это обязательно будут гномики, которые пакостят. Потому что это в характере Арины. Я думаю, что она с этим изумительно справится. Добрая немножко не про нее силы. Пока Арину не берут в сказки, она оттачивает актерское мастерство на детских утренниках. Образ года – цыганка. Плечико наночка черная, падаю-ка. Репетиции отнимают немало сил, да и времени на домашние хлопоты у этих красавиц немного. Но отказаться от ежегодного сказочного марафона Елена уже не может. Это настрой определенно на Новый год. Мало того, что ты сам получаешь какое-то удовольствие, энергию от этих сказок, ты еще даришь удовольствие людям, сидящим в зале, детям. Это самый главный наш зритель. И когда горящие глаза верят в тебя и смотрят, и им это нравится, я не могу сказать, что лучшие герои – Дед Мороз и Снегурочка. Поверьте, половина детей будет помнить Бабу-Ягу. Но не всем удается встретить Новый год в кругу своей семьи. Есть люди, которых и в ночь на 1 января зовет профессиональный долг. Водители троллейбусов, трамваев, таксисты, акушерки в роддомах, работники милиции и различных аварийных служб. Список можно до бесконечности продолжать. Бой курантов и речь президента они услышат на рабочем месте. Впрочем, эти люди не расстраиваются. Свой бокал шампанского и порцию оливье они увидят утром, а на работе стараются создать самую праздничную атмосферу. Новый год – праздник семейный. Для многих работа – это большая семья. В то время как рядовые куряне сидят за праздничным столом, эти люди на своем посту. Мосты, следующий РЖД вокзал. Уважаемые пассажиры, с наступающим Новым годом. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. 1991 год Наталья Гриненко встретила на рабочем месте и после этого ни разу не изменила традиции. Уже 20 лет подряд она отмечает праздник в трамвае. Порой бывает, что вот едешь в трамвае, и попадаются у нас такие люди, которые пробивают куранты 12 часов, и люди встречаются с нами Новый год. Поздравляем друг друга с Новым годом, улыбаемся, всем желаем здоровья, счастья. Помимо водителя трамвая и пассажиров, есть еще один человек, который разделит с ними всю радость праздника. Наступающий 2011 год Зайца. Сколько зайцев будет в трамвае в новогоднюю ночь, зависит от кондуктора. Плачеваем проезд, пожалуйста. На трамвае доезжаем до железнодорожного вокзала. Кассиры, милиционеры и дежурные встречают Новый год вместе с пассажирами. Скорый курс номер 17, вас, спасибо, субтитры, прибыл, первый платформер. Это рабочее место человека, которого на железнодорожном вокзале мы очень часто слышим, но никогда не видим. В этом кресле Ирайда Викторовна будет встречать Новый год. Уже в 0 часов 10 минут она объявит прибытие первого поезда 2011-го. Внимание, рельсовый автобус «Колбна-Охочевка-Курск» прибывает ко второй платформе на третий путь. Рельсовый автобус «Колбна-Охочевка-Курск» прибывает ко второй платформе на третий путь. Уже 25 лет этот голос встречает и провожает курян и гостей города. Работа железнодорожного вокзала немыслима без этого человека. 31 декабря Ираида Толмачева в 20.00 заступит на смену и только в 8 утра сдаст свой пост. Шестой Новый год на работе в ее жизни. Мы с коллегами просто поздравим друг друга и все. Я отсюда не могу никуда выйти. Никак. А к вам в гости? А к вам в гости? Может кто-то в гости ко мне прийти, но я выйти не могу никуда. Ну а приходит кто-то с бутылкой шампанского, может набирать? Ну кто-то вот диспетчер, допустим, коллега по работе. Даже дежурный по вокзалу может прийти, но без бутылки шампанского. Выпить бокал шампанского и поздравить родных и близких с новым 2011 годом эти люди смогут только утром 1 января, когда улицы будут пустынными, а весь город уже будет крепко спать после бурной праздничной ночи. Нередко Новый год на рабочем месте встречают и журналисты. Прямо сейчас у нас на связи наши коллеги ведущей радио 7 Виктория Шульгина и Сергей Харьковский. Привет, Лера и Глеб. В то время как многие готовят салат оливье, мы, как и вы, на работе. И поэтому в этот Новый год мы вам желаем, Сергей Николаевич. Ой, желаем мы всего-всего, как Виктория Анатольевна сказала, за кадром небанальное. Много денег, побольше кроликов и морковки. От радио 7. Пока. Сколько в мире стран, столько и традиций празднования Нового года. Есть весьма забавные. Например, в Бирме на Новый год прохожие друг друга обливают водой и радуются. Ну, в отличие от русского Нового года, у них очень жарко. Температура может достигать 40 градусов по Цельсию. Я думаю, мало кто улыбнулся бы, если бы в 20-ти градусный мороз нас кто-нибудь облил водой. А в Италии, когда куранты пробьют полночь, итальянцы выкидывают старую мебель из окна? Согласно примете, если в новогоднюю ночь избавиться от старья, то вместо старой мебели придет новая. А если примета не сбудется, на следующий год и выкидывать нечего будет? В Непале Новый год принято встречать на восходе солнца. Видимо, у них происходит нечто подобное апогею нашего школьного выпускного. Как и по каким традициям иностранцы встречают Новый год в России, расскажет Анна Колганова. Иностранные студенты к русским традициям уже привыкли. Теперь они решили рассказать и показать свои обычаи. Для начала нужно научиться поздравлять друг друга с Новым годом. Я вас научу, как вам нужно написать слова «С Новым годом!» Вот на русском языке. Китай богат традициями и обычаями. Многие из них популярны в России. Например, запуск фейерверков и сжигание благовоний. Китайцы таким образом отгоняют злых духов. А сам Новый год встречают в середине февраля. Тогда наступает конец холодного зимнего периода. Становится тепло, начинается обновление природы. В это время земледельцы уже задумываются о будущем урожае. Поэтому Новый год называют еще и праздником весны. Один из главных атрибутов Нового года, как в России, так и в Поднебесной – праздничный стол. Правда, чтобы наесться палочками, нужно долго тренироваться. Наверное, поэтому китайцы такие стройные. Ну и какое же застолье без праздничной песни. Дарлингтон – гость из Нигерии. В Курске живет меньше года. Первый января у него на родине тоже встречают Новый год, только по-летнему. В это время в Африке особенно жарко. Первый января не ниже плюс 30. Есть, правда, и близкие нам традиции. Каждый год, когда уже были Новый год, мы пойдем в церковь, благодаря Богу. И потом мы погуляем в улицу. И надо мы увидимся друг, и танцуем в улице тоже. И салют. Мы украшаем, надо новогоднее дерево. А как ваше дерево называется? Это называется Christmas tree. Christmas tree по-английски. Как выглядит новогоднее дерево под палящим африканским солнцем, осталось тайной. Зато русские морозы иностранцам хорошо знакомы. Когда я приехал первый раз в Россию, я увидел синий первый раз. У нас в Йеменской республике пока еще нет синий, потому что у нас, мы иностранцы, мы очень любим синий. Он такой был, холодный, мы гуляем, танцуем и так далее. Бадри живет в России уже пять лет, и праздновать Новый год ему нравится больше здесь, чем у себя на родине. У вас здесь отмечают 10 дней, это самый большой праздник в мире. У нас только один день на арабском мире. До Нового года остались считанные часы. Бадрюша украшает свою комнату, развешивает мишуру, игрушки и нарушает йеменскую традицию есть на полу. На праздничный стол даже поставил любимое национальное блюдо, очень похожее на привычный нам суп. Я оставил чуть-чуть масла, а потом резил этот лук, мешал чуть-чуть вот так. Потом оставил там берец, это приправа, это йеменская приправа, очень вкусная, такой запах, очень вкусный. Вода чуть-чуть. Это называется у нас на арабском языке, называется салон. Подготовка к Новому году подходит к концу. Теперь осталось дождаться гостей и можно начинать праздновать. Отдел международных связей, они перейдут к нам в Абшаке, отмечаем самый большой праздник там в Абшаке у нас в Пуфете. У нас будет там игры, мы играем вместе, у нас конкурс сделаем и так далее. С Новым годом! Наташа, ведь ни для кого не секрет, что каждый год у нас ассоциируется со своим определенным символом. В этом году какая-то неразбериха. Действительно, кто-то считает 2011 годом кота, а кто-то годом кролика. В чем интрига? Узнаем прямо сейчас. Согласно легенде, в день своего рождения Будда пригласил к себе всех животных, которые только захотят прийти. Первой пришла крыса, затем буйвол и тигр, между которыми завязалось соревнование. Поэтому Будда и другие гости, отвлекшись на их борьбу за первенство, не смогли внимательно разглядеть того, кто пришел вслед за тигром. Одним показалось, что это был кролик, другим – кот. Истину не удалось установить ни сразу, ни потом. С тех пор повелось, кому ближе по сердцу кот кролика, а кому и кот кота. Последние мысли, в отличие от японских, больше склоняются и китайские астрологи, считающие символом наступающего года белого кота или кошку. Какой бы она ни была – пушистой или бесшерстной. Если у вас в доме есть кошка, в новогоднюю ночь обязательно выделите ей теплое местечко на диване рядом со всеми. И ни в коем случае не ругайте, даже если она вдруг пошалит. А еще лучше – сделайте белоснежной мурлыке новогодний подарок, нарядив ее в костюм Снегурочки. Сейчас мы ее оденем. Вот как это у нас получилось. А какая Снегурочка без Деда Мороза? Для нашего сюжета он не заставил себя ждать, что не говори «хорош», а в исполнении шикарного кота тем более. Говорят, что коты – священные животные, символизирующие домашний очаг и семейное счастье, покровительствуют не только детям и влюбленным, но и представительницам прекрасного пола. Я бы хотела вас поздравить с наступившим годом, годом белого кота. Вы все знаете, что кошки любят рыбок. Я желаю, чтобы вы в этом году поймали каждый свою золотую рыбку. Еще мы знаем, что у кошек семь жизней. И я желаю, чтобы в этом году вы и ваши близки были здоровы. В преддверии празднования Нового года обстановка в доме должна располагать к уюту и душевному спокойствию. Считается, как сам кот воспримет приход 2011-го и какое отношение к нему будут проявлять окружающие его люди, таким будет и весь год кота. Символ наступающего 2011-го – белый кот в канун праздника еще совсем маленький котенок. Пусть растет. И принесет в нашу жизнь только белую полосу. А чтобы наверняка, шепните под бой курантов свое заветное желание котику на ушко. И все обязательно сбудется. Наталья, наших телезрителей ты познакомилась со многими видами спорта. Но есть ли что-то, что ближе твоему сердцу? Провокационный вопрос в преддверии Нового года. Но мне кажется, что в этом году однозначно мое сердце отдано спортивным бальным танцам. Наступающий год – это год кота, а значит год обаяния, роскошной пластики и, наверное, неимоверной грации. Ни что иное, как спортивные бальные танцы, этими качествами, наверное, похвалиться вряд ли сможет. Поэтому однозначно спортивные бальные танцы. А кто же будет танцевать? Черная кошка и белый кот. Елена Мануйлова, Андрей Стрепиш. 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 Мы желаем вам в новом году исполнения самых заветных желаний. Счастья, добра, любви и успехов. И пусть эти новогодние праздники станут самыми счастливыми, самыми теплыми в новом 2011 году. И с Новым Годом! Тарас, а как по-твоему, что отличает Новый Год от обычного застолья? Я так люблю Новый Год, что готов о нем говорить постоянно. Для меня этот праздник прежде всего наряженная елка, разноцветные гирлянды, блестящий дождик, ну и конечно время, когда можно загадывать самые разные желания. И как-то по-особенному загадываешь желания? Загадывать желания можно по-разному. Можно выпить бокал шампанского с пеплом, можно написать письмо Деду Морозу, можно съесть несколько виноградин. Но в любом случае в этом вопросе разбирается лучше наш корреспондент Ирина Губарева, главный специалист по загадыванию желаний нашей телекомпании. Даже самые большие скептики в эту единственную ночь в году присоединяются к всеобщему безумию. Пишут свои желания на листочках, сжигают их на пламени свечи и выпивают пепел с шампанским под бой курантов. А чтобы желания исполнились, нужно в это просто верить и правильно их загадать. Однажды, загадав желание, ну сразу не скажу какое, было очень серьезным желанием, я написал на бумажечке и думал, куда бы это положить, чтобы вот дети не нашли, да и жена. Под елочку травиально, в башмачок, тоже как бы не так. Я его засунул в патрон ружейный. Он был заряжен, я его засунул, думаю, потом возьму, может быть, исполнил. Новогодний вечер прошел, как-то про желание все забыли. И вот на второй или третий день иду я на охоту с ружьем. Ну и скажу честно, не по зверю, а так вот куда-нибудь надо бы стрельнуть, иначе охота не охота. И когда я выстрелил, и достаю гильзы, понимаю, что я выстрелил желание. Но что характерно, через два месяца оно сбылось один в один. А еще можно написать письмо Деду Морозу. Пока творите, тщательнее продумывайте свои мечты. Деду Морозу будет проще понять, чего же вы хотите, и не забыть про ваше желание. Отправить письмо лучше всего почтой. Если у вас есть камин, без колебаний бросайте письмо в огонь, как это делают англичане. Дым из трубы доставит его строго под назначение. Если вы хотите заказать доброго здоровья, то не пишите слово «не болеть». Космос не читает частичку «не». А самое лучшее, когда хорошего самочувствия желает доктор. Уж айболиты знают, что нужно делать, чтобы всегда быть в отличной форме. Пусть ваша жизнь переполнится счастьем и положительными эмоциями, дарующими гармонию. Пусть здоровье в новом году будет богатырским. Но не подорвите его, пожалуйста, за праздничным столом. В новогоднюю ночь, когда гости в сборе открыто шампанское, возьмите белую бумагу и ножницы. Пусть каждый загадает свое желание и, думая о нем, вырежет снежинку. Вырезайте тщательно, не отвлекаясь ни на что, особенно на телевизор. Когда снежинки будут готовы, устройте волшебный снегопад желаний. Можно бросать эти бумажные кружева из окна. Так ваши желания дойдут до Деда Мороза и обязательно сбудутся. Конечно же, сбывается. Ну, во-первых, этот следующий год, год кота и кролика, хочу подчеркнуть. Так вот, мне в этот год обычно всегда везет. Ну, например, в 99-м году прошлого столетия, в этот год я получил звание заслуженного артиста. А в 1987 году, опять же, год кота и кролика, я получил квартиру в городе Курске. А в 1975 году, год кролика и кота, я закончил институт театральный. Так что мне везет, все сбывается. Испанцы в новогоднюю ночь тоже загадывают желания. Во время боя часов они съедают под каждый удар по виноградине. Считается, что каждого, кто съест 12 виноградин, ждет успешный и счастливый год. Можно последовать этой традиции, особенно если вы любите виноград. А если нет, замените его изюмом, как это делают аргентинцы, которые считают, чем больше съешь, тем богаче станешь. Японцы в Новый год ставят дома куклы Дарумы, у которых на лице нет глаз. Смастерить такую куклу можно из папье-маше, можно шить из ненужных лоскутков, а в новогоднюю ночь нарисовать ей один глаз, загадывая желание. Потом кукла Дарумы должна храниться дома на видном месте. Если ваша мечта исполнится, в следующий Новый год дорисуйте ей второй глаз. Так вы не только загадаете желание, но и проконтролируете его исполнение. Загадайте в новогоднюю ночь заветное желание. Это и будет первым шагом к его воплощению в жизнь. Телекомпания «Сейм» желает вам счастья, здоровья, удачи всяческих в наступающем новом 2011 году. За любовь и Россию! Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон»